приветствую охотников за трофеями меня зовут алекс и добро пожаловать на канал fan games сегодня мы традиционно поговорим об играх которые достаются нам бесплатно по подписке playstation plus при этом я не стану просто рассказывать о том что мы можем получить на халяву в текущем месяце этого и так знаете я же хочу рассмотреть данные игры под углом интересности сложности и необычности получаемых в них призов чтобы разобраться стоит и тратить свое время на получение платины бесплатных играх в октябре 2018 года ну что вы тоже ждали diablo 3 и нео или может быть снайпер лид но нет братишки sony принесли нам немножечко гринда в пятница 13 сложность трофеев оценивается российским сообществом четыре с половиной 10 баллов зарубежным лишь два но все в один голос утверждает что времени у вас идет более 100 часов а там где 100 там и 200 а может быть и больше откуда такие цифры давайте разбираться во первых надо понимать что пятница 13 это онлайн новая игра и любое действие будет зависеть не только от вас но и от действий других игроков а хотя знаете что я даже не буду рассказывать о том что для получения трофея за убийство джейсона вам необходимо собрать группу из игроков которые все должны выполнять четко поставленную задачу не буду говорить и о том что для одного из трофеев необходимо совершить все виды убийства которых в игре несколько десятков давайте лучше сразу по хардкору трофей head counselor сыграть одну тысячу матчей как вожатый что такое вожатый это хвост сервера то есть вам необходимо либо создавать частную игру и бустить с друзьями либо через поиск быстрой игры ждать пока вы станете хостом ждать пока к вам присоединиться достаточное количество пользователей и так проводить тысячи игр целом мне кажется что на этом можно заканчивать обзор трофеев пятницы но ладно поехали дальше the final chapter сыграть тысячи матчей как джейсон я конечно гуманитарий но даже начальные знания математики подсказывают мне что для платинки необходимо будет сыграть минимум 2000 матчей что у нас там дальше гора килл мол ну это уже изи необходимо убить 13 13 вожатых и нет не 26 а 1313 легко сделайте пока будете пармить 1000 матчей за джейсона а если серьезно то все остальные трофеи сравнение с указанными тремя получить не так уж и сложно тем более большинство из них сами выпадут за 2000 матчей например отремонтировать 100 лодок 100 автомобилей и 100 электрощитков 100 раз умереть от джейсона сломать 100 дверей выбить 99 окон х windows 99 зачет но и все в таком духе лично я такие игры сразу обхожу стороной но если вам вкатил dead by daylight который раздавали по плюсу в августе то может и пятница зайдет думаю до выхода elder scrolls 6 как раз успеете получить платину вторая игра в сегодняшнем списке лазер лиг и мне совсем нечего о ней сказать аркадный шутер вышедший всего лишь мая 2018 года и уже раздается бесплатно что безусловно говорит популярности и продаваемость игры но лазерная лига была не популярна не только среди обычных игроков но и среди трофе хантеров отсутствует сведения о сложности и проложительности трофея как на стратеги так и на зарубежных ресурсов типа playstation trophies или true trophies и всего два получивших платину человека по статистике psn profiles поэтому в октябре вы сможете почувствовать себя первопроходцами в трофейной охоте в лазерной лиге если конечно вас не смущает то что за эти несколько секунд вы уже увидели весь геймплей игры обычно из всей подборки я рассказываю только о двух крупных релиза для playstation 4 но поскольку тайт до текущего месяца не особо вдохновляют давайте коротко взглянем на оставшиеся игры в которые по счастливой случайности выше не только на ps3 и vito но и на ps4 the bridge весьма интересный и стильный платформер головоломка который поможет скоротать вам несколько вечеров платины в игре нет 19 бронзовых и один серебряный трофей сложность примерно 5-6 баллов однако если возникнут проблемы с какими-то головоломками всегда можно посмотреть прохождение на youtube чеки rocket birds 2 evolution говорят вторая часть получилось похуже первой но это все еще веселая и бодрая игрулька в отличии от the bridge здесь платина есть получается она за часов 10-20 при сложности трофеев 5 баллов самыми сложными являются трофеи awesome achiever для которого необходимо заработать три звезды во всех спасательных операциях для чего надо убить всех мобов найти все комнаты и не умереть а также трофеи и for hit and run для него надо финальной главе за одну минуту 50 секунд не только спастись но убить абсолютно всех противников в остальном ничего сложного а гайды по собирала вконтакте найдете на ютубе 2064 read only memories еще одна адвенчура с головоломками в которой аж 65 трофеев видимо 2064 году не слышали о том что ачивок можно делать два раза меньше сложность трофеев 2 из 10 однако большинство из них легко пропустить некоторые из ачивок взаимоисключающие поэтому вам придется сделать два полных прохождения и одно частичное чтобы добить некоторые трофеи сожалению гайдов и подсказок на русском языке нет но можете посерфить иностранные ресурсы нужно это вам или нет решайте сами а я с вами прощаюсь чекайте мой новый гайд по человеку пауку если вы еще этого не сделали а если вы ждете прохождение dark souls 2 на платину и до сих пор не подписаны на меня в ксн то вы даже и не знаете что первая серия выходит уже в понедельник 1 октября ну и конечно же не забывай поставить лайк если тебе помогло или понравилось данное видео и удачной охоты good hunter